Тема у нас сегодня «Скрытый мотор и мелодика нашей речи». Что же является скрытым мотором нашей речи, я вам расскажу, естественно, чуть попозже. А сейчас хотелось бы, конечно, с одной стороны посмотреть, кто к нам присоединяется. Я думаю, что мы вопросы, ваши вопросы, мы обсудим под конец трансляции, да? А сначала я выдам контентную часть, надеюсь, она вам будет очень полезна. В принципе, эфир носит обучающий характер, поэтому мы будем с вами еще и пробовать делать некоторые упражнения. Если вам интересно попытаться трансформировать вашу речь, то оставайтесь с нами. Приветствую! Но и нас постоянно судят о нас, да? То есть составляют определенное мнение о нас. И вот это не только, естественно, наше парадное фото там или видео, но и в том числе наша манера речи. Умение разговаривать как-то гладко, выражать свои мысли, формулировать их правильно, структурировать их правильно. Для того, чтобы наша речь как-то имела вступление, основную часть, заключение. Внутри, если это мотивационная речь, какие-то аргументы, соответственно. Ну и, естественно, что касается речи, она должна быть выразительной. Но, когда мы говорим выразительной речи, кажется, что это нужно только для выразительного художественного чтения. Она нужна и для обыденной речи. Особенно, когда речь у нас какая-то запланированная и, естественно, что публичная. Когда мы говорим в диалоге, как правило, у нас никаких, как говорится, проблем с коммуникациями не возникает. Ну, по большей части. И мы можем, это может нас обманывать, скажем так. Но, когда у нас предстоит какая-то монологическая речь, вот как сейчас у меня, например. Когда мы записываем какие-то курсы, когда мы ведём какие-то тренинги, вебинары, мы должны что-то объяснять довольно длительное время. И при этом у нас есть какой-то, к примеру, текст или план выступления. И тут мы, конечно же, напрочь зачастую забываем о том, что речь наша должна быть не только содержательная, но и выразительная. Что придаёт, собственно говоря, выразительность нашей речи? В первую очередь, люди то, что быстрее всего вспоминают, это интонации. Да-да-да, интонации, совершенно верно. Это первое, что приходит на ум, правда же? И мы вроде бы знаем из школьной программы, где нужно понижать интонации, где нужно повышать интонации. Но, к сожалению, далеко не многие это делают действительно правильно. Давайте вспомним, как же знаки припинания подсказывают нам интонирование нашей речи. Ведь мелодика нашей речи тем интереснее для слушателя, чем она более разнообразная. Ну, вспомните, вспомните, как под монотонное бубнение какого-нибудь незаинтересованного лектора вы потихонечку начинали засыпать на какой-то лекции в институте, в университете. Думаю, что у всех были такие печальные воспоминания. Они есть, как бы, и только надо их вспомнить, да? Никто же не хочет, чтобы его аудитория постепенно засыпала, расслаблялась и переключалась, скажем так. Поэтому нужны какие-то способы, нужны какие-то знания, как достичь удержания аудитории, да? Как её привлекать? Какие же средства выразительности нам в этом помогут? В первую очередь, интонации. Как вы знаете, повествовательное предложение, которое заканчивается точкой, оно провоцирует нам понижение интонации, да? То есть в конце мы, как бы, раз и уходим голосом вниз. Кроме того, очень важно, где-то, когда вы закончили уже полностью мысль свою, слегка замедлиться перед окончанием своей мысли. Замедлились немножко и в конце поставили точку. Вот так примерно это должно звучать. Дальше всегда нужно выдержать небольшую паузу. Ведь паузу люди слышат даже порой лучше, чем длинное повествование. Почему? Вспомните опять же из школьной программы. Когда класс расшумится, порой что делает хороший учитель? Он просто, он не кричит, он останавливается, он складывает, фигурально выражаясь руки, и замолкает, и ждёт. Когда же класс отреагирует на некую смену фона, да, звукового? Это способ привлечь внимание. Поэтому, как говорила Джулия Ландсберг в известном произведении Сомерсетта Моэма Театр, взял паузу, умей её держать. То есть нужно прямо-таки приучать себя держать некие паузы. Паузы обоснованные, смысловые паузы. Когда вы сказали какой-то фрагмент текста, и хотите подчеркнуть, что этот фрагмент, этот элемент, это, скажем, по структуре, часть вашего выступления завершена. Итак, с повествовательными интонациями, надеюсь, разобрались. Обратите внимание, я сказала «разобрались» и как бы подвесила слегка интонацию. То есть слегка увела интонацию вверх. Потому что вопросительные предложения нужно обязательно вставлять в свою речь. Опять же, изменение мелодики. Не всё время вниз, и ещё раз вниз, и ещё раз вниз, да. И таким образом мелодика получается как бы... Кстати, это можно отследить даже на некоторых ведущих по телевидению. К сожалению, далеко не все корреспонденты, журналисты занимались когда-либо техникой речи или ораторским мастерством. У них есть в курсе небольшой... Я преподавала в университете, именно с журналистами работала. У них вот такусенький курс, буквально там на 4 или на 6 часов, посвящённый ораторскому мастерству. Как вы думаете, что кроме теории они успели узнать, а попрактиковаться так и вообще не успели? И поэтому вот эту вот интересную такую ситуацию, когда раз и завершили предложение, и ещё раз раз и завершили предложение, и ещё одно точно так же. Вот этот вот, скажем так, рисунок мелодический, он утомителен для уха. В обыденной речи мы так не разговариваем. Мы ставим действительно паузы, мы даём время подумать и себе, и своему собеседнику. И, конечно же, мы время от времени задаём вопросы. Поэтому, когда вы продумываете свою речь, составляете свои тезисы или план выступления, запланируйте там некие риторические вопросы. Естественно, что вопросительное предложение – это интонация вверх. Кроме того, где ещё используется интонация вверх? Когда мы на письме обозначаем запятые, особенно при перечислении. Очень интересный момент. К примеру, у нас перечисляются цвета, да? Оранжевый, зелёный, жёлтый, синий, красный – цвета. Вот можно, конечно, сделать вот такие вот, что называется, брусчатку, да? Но можно сделать, выстроить некую интонационную лесенку. Цвета – оранжевый, красный, синий, зелёный. Каждый раз как будто слегка раз, и ещё подняли, и ещё подняли интонацию немножко. Так вот, при перечислении вот такая интонационная лесенка звучит значительно лучше. Кроме того, в неё уже сразу же вкладываются некие эмоции. Помните, что тон голоса, то есть его эмоциональная окраска, тоже дорогого стоит. Покажите, как вы относитесь к тому, что говорите. Улыбайтесь – это тоже определённая интонационная, скажем так, в большей степени тональная окраска вашего голоса. То более серьёзно, то с улыбкой, то интонации раскрасили, и вот она становится мелодикой речи живая. Не брусчатка, а знаете, как вот горный поток реки, да? То есть всё время как-то волны эти изменяются, и это выглядит, ну, как говорят, на воду, на огонь можно смотреть бесконечно. Так же вот и речь наша. Она может либо брусчаткой звучать, либо вот этой постоянно изменяющейся в цветах и в мелодике, вот такой вот линией, потоком таким. Когда на письме используется тире, многоточие, двоеточие, тут существует некая такая продолженная интонация. Да, то есть немножечко как будто бы затянули чуть-чуть свою речь, и не отправили её ни вверх, ни вниз. А дали понять слушателю, что дальше будет продолжение. Вот такой вот тип интонации продолженной, её тоже есть смысл использовать. Надеюсь, что вы после сегодняшнего нашего занятия, вы прямо сможете на своей речи, на любой речи, на любом стихотворении попрактиковаться. Где речь нужна, где нужно поднимать интонацию, где опускать, а где использовать вот этот вот продолженный как бы вариант интонационный. Давайте пойдём дальше. Что ещё важно в речи для того, чтобы она была интересная, чтобы она была мелодически выразительная? Конечно же, нужны логические ударения. К сожалению, люди часто делают аллогизмы в речи. Когда вы подготовили какой-то текст, когда вы знаете, о чём вы будете выступать, проговорите, прорепетируйте ту речь, с которой вы собираетесь выступать. Запишите это на аудио. Сейчас, что называется, в каждом гаджете, в каждом девайсе есть функция аудиозаписи. И послушайте себя со стороны. И тогда вы легко сможете уловить свои слова-паразиты, чтобы от них избавиться. И в том числе аллогизмы. Потому что многим людям кажется, что нужно где-то искусственно подчеркнуть какой-то элемент своего выражения. В то время как, на самом деле, нужно стараться просто-напросто помнить о том, что в каждом предложении есть подлежащее и сказуемое. И логическое ударение, как правило, принадлежит подлежащему. Существует, конечно, много исключений, но сегодня мы с вами, это очень быстрое, как говорится, наш эфир, очень маленькое занятие, чтобы все эти моменты обсудить. Как правило, я только вот теоретическую часть излагаю своим ученикам там 20-30 минут. Я уже не говорю о том, что мы, естественно, делаем какие-то практические упражнения. Но вы, естественно, что в той речи, в том стихотворении, где будете над интонациями упражняться, посмотрите внимательно, где сделать логические ударения. Как правило, наше подлежащее это существительное, но если есть, например, еще какое-то существительное, посмотрите внимательно по смысловой нагрузке. Возможно, что нужно переместить наше ударное слово, да, вот акцент. Каким образом мы интонации перемещаем, что называется, в речи? Я вам предлагаю вот такое вот упражнение, вот оно тут рядышком написанное. Смотрите, если эту фразу нигде не акцентировать, совершенно трудно понять, да, можно задать, как говорится, 45 вопросов, что подразумевалось под этой фразой. И тут сразу же мы можем акцентировать какое-то из слов. Можно попробовать, я вам предлагаю, потренироваться, акцентировать каждое из этих слов. Сначала в повествовательном предложении, а потом с вопросом, да. К примеру, мимозы мила маме купила. Мы сразу исключаем вопрос, то есть подчеркиваем, что это были именно мимозы, а не какие-то другие цветы. В данном случае нету никаких вопросительного знака нету. Но если мы спросим, мимозы мила маме купила, то есть какие именно цветы подразумевается. Дальше, мимозы мила маме купила. И с вопросом также. Мимозы мила маме купила. Мимозы мила маме купила. Отчеркнули, значит, мы сделали акцент на том, что именно купила. Возможно, она впервые заработала какие-то свои денежки, да, и купила на эти деньги своей маме мимозы. Естественно, подчеркиваем разные слова, вкладываем различный смысл. Вот вам яркий пример такого предложения, в которое можно внести самый разнообразный смысл. Попрактикуйтесь. Думаю, что это будет вам полезно. Фраза короткая, можете ее себе записать и, соответственно, над ней поработать. Ну и про скрытый мотор нашей речи. Что же является скрытым мотором нашей речи? Это, конечно же, темп, темп и еще раз темп. То есть скорость нашей речи. Очень быстрая скорость речи. Когда человек буквально вот так вот говорит, как говорится, вот он прямо очень увлеченный чем-то, и он очень быстро говорит, конечно же, он сбивает нас с толку, и зачастую мы не успеваем за ходом его мыслей. Но очень медленный темп речи, он тоже может, как говорил один великий человек, может просто измотать нервы слушателям, когда мы излишне свою речь замедляем. Такая речь, она создает впечатление, вот опять же стереотипы, да, такое впечатление, что вы не уверены, в том, о чем говорите. Вы долго думаете над каждым словом, вы обдумываете каждое предложение, значит, недостаточно подготовились. Когда бежите сильно вперед, такое впечатление, что вы сильно волнуетесь. Вот как будто бы вы быстрее, быстрее, быстрее все хотите сказать, все, и убежать. То есть и то, и то плохо. Как же нужно? В принципе, наша речь должна изменять свой темп. Ведь мы же в обыденной речи не говорим с одним и тем же темпом все время. Мы то убыстряем ее, ускоряем, особенно когда какие-то определения, какие-то обстоятельства говорим, да, о том, то, о чем уже сказали ранее, да, как бы повторяем. Это все чуть быстрее. Потом в среднем темпе. Но если мы хотим в какой-то момент заострить внимание на каком-то объекте, то вот тут вот нужно речь замедлить. Тогда эта фраза, выделяясь на общем фоне речевого потока, будет выглядеть более объемной. Вот так вот нужно работать с темпом. А можете ли вы, в принципе, изменять темп своей речи? Для того, чтобы ускорять речь, естественно, нужно иметь хорошую дикцию. И про дикцию мы поговорим с вами в следующий раз ровно через неделю. Я проведу еще один эфир. И дам, конечно, несколько полезных рекомендаций и упражнений для того, чтобы свою дикцию, четкость своей речи улучшить. Ну, а сегодня для терапыжек я подготовила одну медленноговорку. Одну, а их на самом деле целый ряд медленноговорок. Каким образом мы будем ее замедлять? Как вы видите, я предлагаю два способа для замедления. То есть можно просто сказать, да? Иванушка лежал неподвижно, со счастливым, спокойным лицом, дышал глубоко и ровно. А, неровно и редко. Это будет такой средненький себе темп. Даже может быть чуть-чуть сдвинутый в сторону быстрого. Но как же его замедлить? Во-первых, опять же, используйте логические паузы, то есть больше выразительности. И слегка можно растягивать гласные звуки. Наш родной русский язык, он нам дает такую необыкновенную возможность растягивать гласные звуки. Иванушка лежал неподвижно. Продолженная интонация, да? Со счастливым, спокойным лицом. Дышал глубоко, ровно и редко. То есть то же самое, но чуть больше выразительности и значительно медленнее. Попробуйте. Опять же, тоже сделайте или скриншот с экрана, или запишите себе фраза «недлинная» и попробуйте это делать. И второе, более продвинутое упражнение, когда мы будем изменять, собственно говоря, темп речи по ходу дела, да? Называется оно «коробка передач». Ну, как в автомобиле. То быстрее, то медленнее. Соответственно, можно взять самое простое, самое... Которое, помните, что называется стихотворение. Если не помните ничего, просто откройте какое-то стихотворение в интернете, смотрите на него и пробуйте изменять коробку передач. Сейчас сначала как бы попробуем сделать это просто с ускорением. А потом можно будет вторым этапом изменять то быстрее, то медленнее, то очень быстро в разные... каждые две строки, скажем так. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Ну, как-то так, да. То есть ускорялись постепенно. Хотя можно сделать, к примеру, так. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Пробуйте, пробуйте сделать свою мелодику речи максимально выразительной, используя все доступные вам средства. И темп, и интонации, и тон голоса, и акцентирование, да, соответственно, о чем не сказали, сразу чуть не загнуло, да, палец. И, естественно, паузирование. Делайте паузы. Мы тоже об этом с вами сказали. Ну, и вот небольшое стихотворение, где мы с вами можем потренировать тон голоса, да? То есть говорить, вкладывая различные эмоции. Вот то, о чем написано, те эмоции будем вкладывать, да? Добродушный, благодушный, благородно-простодушный, и дремотно-бархатистый, и воркающий-волнистый. Добродушно говорим, да? Дальше очень такой романтический фрагмент. Давайте строфа, которая романтическая и мелодическая, да? Проникновенно мелодичный, выразительный и гибкий. В нем чарующе-волшебный слышен нежный голос скрипки. Больше высоких нот каких-то, да? Больше вот такого романтического настроения. Ну и дальше совсем другого рода, да? Строфа, в которой нужно говорить медленно, необъятно, да? Необъятный, беспредельный, безграничный и раздольный, окрыленный и свободный, словно в небе ветер вольный. Конечно, тут нужно еще поиграть и с характеристиками голоса. Умеете – делайте, не умеете – ну что? Как говорится, учиться никогда не поздно. Вот, наверное, практически и все, что я хотела вам сказать. Контентная часть наша завершена. Теперь комментарии, вопросы, возможно. Спасибо, Людмила. Я вижу ваши похвалы и вашу благодарность. Но если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Но если вдруг вы попробуете делать эти упражнения, и у вас возникнут какие-то вопросы уже после окончания нашего эфира, то пишите в комментариях все равно. Я обязательно отвечу либо на следующем эфире, либо прямо вам напишу в ответ. Время нашего эфира, собственно говоря, подходит к концу. Я эфир завершаю. Завершаю.